Заседание началось с просьбой двух обвиняемых, Руслана Павлюка и Андрея Безуглова, изменить им меру пресечения и отпустить из-под стражи под домашний арест. Считаю, что нахожусь незаконно в тюрьме. Никаких поводов для того, чтобы давать мне такое меру пресечения, как нахождение под стражей. Не было повода для этого. Я не сбегал, находился в Ростове, всегда являлся на все следственные действия. Но ходатайство Павлюка и Безуглова были отклонены, и оба останутся в СИЗО еще на полгода. У них есть три дня, чтобы обжаловать постановление суда. Затем показания дал потерпевший. Владислав Рязанцев рассказал свою версию того, что произошло 10 января на остановке общественного транспорта в центре Ростова. Еще одного обвиняемого, Александра Вишнякова, он опознал. Его рост и телосложение особенно запомнились. Причиной нападения и избиения стала профессиональная деятельность, уверен журналист. Я считаю, причиной нападения именно журналистскую деятельность. Более того, в показаниях одного из свидетелей обвинения, который также присутствовал в день нападения, то есть один из участников, он говорит, что обсуждалось именно несогласие с редакционной политикой издания «Кавказский узел», где я работаю. Эту версию подтверждает то, что до нападения Владиславу Рязанцеву приходили СМС с угрозами и оскорблениями. Очередное заседание суда назначено на 14 ноября.